Добрый вечер всем. Вы упоминали четыре регулирующих принципа. Отмясо-отказ, интенсикация, азартные игры, незаконный секс. Вот у меня вопрос незаконного секса. Может ли воздержание полнейшее повредить здоровью? А потом поясню, если хотите сразу. Нет, я уже понял. Поняли, да? Вопрос распространенный. Да, еще грубо скажу, что, например, среди животных есть такое понятие мастит. То есть если что-то не используется, оно атрофируется. Распространенный вопрос на самом деле. То есть это факт, что воздержание, которое совершается неправильно, навредит человеку. Совершенно верно. Потому что важно, о чем вы думаете, когда ограничиваете себя. Если вы себя ограничиваете, и желание только усиливается, и вы постоянно об этом думаете, это паранойя начинается. То есть это психическое отклонение может быть, это может быть физиологическая какая-то проблема. Это как раз будет нарушение какое-то. То есть называется демоническая аскеза еще называется. Неблагоприятная, вредная аскеза. Нужно знать одну вещь, что мы накладываем ограничения одновременно с тем, когда возвышаем ум. Медитация, йога должна быть. Тогда не происходит никаких побочных эффектов. Наоборот. Вы не теряете функционально никаких способностей. Не утрачиваете. Приобретаете просто что-то более ценное. Здесь вопрос, куда устремлен ум ваш. Будьте как дети, говорится. Дети не думают о сексе. Если, конечно, не приучить искусство, но у них нет этого. Смотрите, они счастливые, здоровые. Теперь смотрите, что. Физиология. Хорошо. Мужчина, женщина. В чем разница? Физиологически. Принципиально, если рассмотреть, разница есть. В теле мужчины есть один слой энергии, которого нет у женщины. Мужское семя. Так. Женщина, наверное, получает семя от мужа и ржетый ребенок. То есть, семя обладает исключительной энергетической силой. Гораздо сильнее, чем кровь человека. В некоторых писаниях мира утверждается, что душа – это кровь человека. Настолько она сильна энергетически. Ну, а Юрведа утверждает, чтобы выработать каплю мужского семени, требуется около стакана крови. Вы просто представляете, какой концентрат, какая силища. Это мужчина. Поэтому у мужчины есть свой характер и своя природа. По этой причине отличаются характеры. Если вы сделаете евнуха, вы увидите, он станет женоподобным. Он изменится, этот человек. Либо кто-то из мужчин меняет менталит на женский, тоже все изменится. Ум меняет его. И так говорится, что если мужчина регулярно злоупотребляет сексом, то есть слишком часто этим занимается, не воздерживается, он пьет собственную кровь, он теряет энергию. От этой энергии зависит три вещи. Целеустремленность забывает о цели жизни. Он перестает быть бесстрашным, начиная быть осторожным и трусоватым. И он становится жадным, щедростью ходит. Это именно истощенность энергетическая вызывает в нем все эти пороки. И он не может стать великой личностью. Потому что великая личность – это тот, кто знает цель, тот, кто бесстрашный и тот, кто щедрый. То есть мужчина потенциально любой – это великая личность. Это его именно природное назначение – стать успешным великим человеком. Реализовать себя и все свои планы. Для него быть неудачником – это самое худшее, что может быть. Позорное существование просто. То есть мужчина должен. Но это напрямую зависит от того, как он регулирует сексуальную энергию в себе. Поэтому веды говорят, чтобы мужчина был энергичным, энтузистичным, целеустремленным, щедрым и прочее, он должен не реже, не чаще, чем раз в месяц только вступать в сексуальные отношения с женой. Не чаще. Раз в месяц. Это я говорю, что говорят веды. Я не говорю, что это вы должны сейчас все делать. Подождите, не торопитесь. Не так сразу. Не все смогут это сейчас так практиковать. Сначала нужно изменить умонастроение. Потому что современные психологи утверждают, что современный мужчина, кем бы он ни был, каждую минуту-полторы вспоминает какую-то часть женского тела. Если он здоровый, нормальный мужчина, его ум крутится вокруг этой оси, говорится, как бык, у которого за нос кольцо и привязанный к жерде. Он ходит и вращает это вот колесо по кругу. Он не может выйти из этого круга. Это ум современного человека. Тем более в нашей культуре, нашей сексуальной рекламе доступный более ум мужчины, прикован к этому объекту. А наша задача – оторвать его ум выше. Йога. Это как раз завтрашняя тема. Как это все осуществить? Мы должны завтра говорить. А это несложно. Это нужно просто решиться. И первое – это нужны определенные регулирующие принципы. Но одновременно с тем, как вы возвышаете ум. Это чтение, это слушание, это хорошее общение. Да, у нас у всех есть вожделение. Это нормальное, здоровое положение. Хорошо. Но если мы возвысим, вы увидите, что это не просто вожделение. Это что-то более ценное. Та же самая энергия. У всех есть вожделение. Согласны? А сейчас у кого-то вожделение проявляется в зале? Кто-то с ума сходит от вожделения? Мы тут сидим уже два часа, и все спокойны. Почему? А потому что ум в другой сфере находится. А если бы все сидели голые здесь, могли бы слушать что-нибудь? Да, да. На Западе делают такие вещи. В залы голых людей запускают, они сидят, они, конечно, уже ничего не соображают просто. Потому что это стрессовая ситуация, на самом деле. Запрещенные приемы. То есть наше сознание человеческое спускается в нижние чакры, и все оттуда вы уже слышите, видите и так далее. И вот нужно оторваться, 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 оторваться. Мы застряли еще с детства на этих нижних вещах на страхе, выживании и чувствах. Это нижние чакры. Духовность практически была перекрыта давно уже. Философский принцип «ушел», перекрыта чакра. Даже деловые отношения сейчас редкие люди могут построить. Это четвертая чакра. Блоки, 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 блоки. И, конечно, естественно, если вы сейчас просто откажетесь от мяса, от секса, то что будет? Страдания будут. Жизнь-то проклятая становится. Человека в партию принимают и тестируют его, знаете, это старый анекдот еще советский. Коммунистическая партия Советского Союза, и вот тест. И, значит, там комиссия, и спрашивают, ну, ты куришь? Говорят, ну, курю, Дламру канал. А ради партии можешь бросить? И смотрят на него все. Говорят, ну, ради партии. Да. О, отметку поставили. Хорошо. Следующий вопрос. Выпиваешь? Ну, как и все, там по праздникам, по выходным. А ради партии можешь бросить? Ну, ради партии брошу. Прекрасно. Как у тебя с женщинами на личном плане? Ну, бывает. Но есть чувства, да, иногда. Ради партии бросишь? Оставишь? Оставлю. О, какой кандидат. Ну, хорошо, последний вопрос. Жизнь ради партии отдашь? Конечно, отдам. Зачем мне такая жизнь? Мы не в такую партию вас приглашаем, нет. Мы хотим сказать, что нужно пробудить более глубокие сферы счастья и знания. Не просто жизнь, основанная на сексе, на удовлетворении языка, на таких простых вещах. Это биологическая сфера. Мы достойны большего. Наши дети еще больше будут достойны, если мы их воспитаем в чистоте. А наши внуки изменят мир. Это будет очень могущественная личность. Очень чистая. За ними пойдут миллионы. За такими людьми. Добровольно. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok